Они поют о любви, но сами хотят только денег. Ты подрезала деньги? Да. Квартира машины и счет в банке – это все, что интересует серийного Казанову. Он сказал, что он офицер ФСБ, все про него засекречено. Они дочисто обирают наивных женщин, а потом бросают и принимаются за новую жертву. У меня огромный дом, ты видишь? Да. И тебе здесь очень понравится. Охотники за богатыми дамочками. Кто они? Да вы здесь доделка. Да что же вы делаете? Игорь. И как отличить влюбленного мужчину от мошенника ловеласа? Любой мошенник, он гениален. Об этом смотрите прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Конечно, где им знакомиться? Заходят в соцсети. Стоит только вот анкету свою завести, тебе в день по 200-3 сообщения. Любви все возрасты покорны. Ромео оказался американцем из Хьюстона, прекрасно владеющим русским языком. Я спрашивала его, говорю, откуда русский? Он у нас очень много русских, и я потихоньку изучаю русский язык. Но все равно он хорошо писал по-русски. Любовь моя, все это рассыпается в комплиментах. Эта женщина, которая никогда до этого не видела и не встречала вообще ни одного комплимента за последние два года, она, конечно, просто у нее крышу сносится. Ричард не вызвал у Ольги никаких подозрений. Наоборот, богач. Два дома. Один в Хьюстоне, другой в Техасе. Родители умерли рано. Воспитывался в строгости дядей священником. Жена погибла, и он сам заботится о маленьком сыне. Американец окружил Ольгу гиперзаботой. Замучил звонками и смс-ками. Ты поела, как ты, да ты сам, во сколько ты спать легла, во сколько с работы пришла. Я приеду, мы поженимся, все, все будет у нас замечательно, я вас заберу, мы будем жить вообще, как в сказке. Правда, один раз вскользь поинтересовался доходами Ольги. Но влюбленная женщина не придала этому значения. Она рассказала женишку, что имеет дом в Подмосковье. В столице живет на съемной квартире поближе к работе. Я тебе, ну, куплю, я тебе куплю, это сам, потом, значит, а какой у тебя телефон? Я говорю, у меня Самсунг. Он, я тебе айфон куплю. Вот, я тебе уже купил, потом, значит, я уже купил тебе все, все замечательно, я тебе все упакую, все, значит, в этих посылках все будет. То, что Ричард пришлет подарки в Россию, Ольга не очень верила. Каково же было ее удивление, когда через неделю она получила СМС, что ее посылка в пути, и скоро она станет обладательницей новенького макбука и айфона. А через два дня груз задержала таможня. По-моему, в Малайзии посылку задержали. Я должна заплатить 1800 долларов за эту посылку. Без лоха и жизнь плоха, да, по-моему? Вот удивительно просто. Поверить в такое? Нет. Ольга сразу поняла, что ее разводят и отправила любимому видео, как в таких случаях действуют мошенники. Я, кстати, ваш сюжет тоже отослала ему, вот с женщиной, откуда с орла, по-моему, там женщина была. Женишок тут же вышел на связь и столкается. Присыпался в извинениях во всем. Я не такой, я не мошенник. Но Ольга поставила его в черный список и отправила в банк. Виртуальные ловцы миллионов. Кто на самом деле скрывается за фотографиями красавцев из интернета? В этом разбиралась наша съемочная группа. Что за фрукт Ричард из Техаса мы решили проверить лично. И как бы случайно постучались к нему в социальные сети, которые нам дала Ольга Латыпова. Привет, я Светлана, живу в России. Давай общаться. Ты мне понравился. Привет, ты русская? Да. Он уже не... Не Ричард. Его зовут Драгон. И живет он в Хорватии. И вообще серб. И вообще серб. Слушай, как сразу он выдается явкие пароли. У него еще оказывается и дом на море. Ты говоришь по-русски? Да. Сколько тебе лет? Он спрашивает, сколько мне лет? 45. 49. 49. 45 баба ягодка опять. 49 уже прям молодец. Просит нашу фотографию. Какой шустрый. Он растет с мнением, что да, ну вот эти дуры. Чего бы их не обмануть? Они же дуры. Подыграть нам в случае, если мошенник клюнет на удочку, мы попросили актрису массовки Светлану Нежданову. Вот это, да? Да. Слушай, а в купальники будем отправлять? Рано. Рано? Елизавета отправляет аферисту несколько фотографий якобы богатой, но очень одинокой Светланы. В ответ Драгон высылает фото своего дома, морские дали и, видимо, цветущий сад. И свои новые фото, совсем не похожие на Ричарда. Одел самое, все самое красивое на себя. Это все, что у него есть. Но с виду это выглядит, как будто это просто. Сейчас рядом Ламборджини стоит. А вот теперь бравада самому себе. У меня есть все. И дом, и квартира, и бизнес. Счастья нет. А как он так на русском-то начал вдруг писать? Драгон, запятая. А ты откуда знаешь русский? Ну, все предсказуемо. Я учился в России, и мама русская. Смотри, ну, как, конечно, русские корни появились у нашего жениха. Давай, спроси про скайп. Надо, чтобы он вышел в скайп, чтобы мы его увидели в реальной жизни. На следующий день Драгон согласился выйти в скайп. Скорее всего, выйдет без видео, как обычно они это делают. Без видео? Да, они говорят, что у них не работает камера или еще что-то. То есть они разговаривают, чтобы контакт был новый. Видеосвязь обычно не включают. Вау! Добрый, добрый, добрый. Привет! Очень рад тебя видеть. Очень. Взаимно. По скайпу Драгон рассыпался в комплиментах. Говорил, что как только увидел Свету, сразу пропал. И, конечно, скоро приедет в Москву, чтобы забрать ее на Адриатику, в большой дом и никогда не расставаться. У меня огромный дом. Увидишь? И тебе здесь очень понравится. Позже выяснилось, что в Россию серб спешил не только по амурным делам. Ему нужно было продать дом, который достался ему в наследство от русской бабушки, маминой мамы. Скажи, пожалуйста, а ты в Москве будешь? Да, я буду, значит, на следующей неделе. На следующей неделе, отлично. Я буду в Москве, да. Мне нужно продать дом моей бабушке. Будем на связи, да? Да, да. Я очень рада. Пока. 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 Слушайте, он говорит, по-моему, с неподдельным акцентом. Ну, могу уже. Или мы тоже можем разговаривать по-сербски? Мы можем разговаривать про бабушку? А про бабушку? Бабушка ждет тебя. Бабушка – это прекрасно. Через неделю серб позвонил и сообщил, что уже в Москве. Но вот незадача. Он прилетел, а сволочь риэлтор потребовал от него за продажу дома больший процент, чем было оговорено заранее. И не может ли Света выручить его небольшой суммой всего на неделю? Да не альфонсы это, а по-русски это про щалыги, самые натуральные. Выручи меня, небольшая сумма всего 1 неделя. Одна неделя, неделя одна. Подожди, а сколько тебе нужно? Какая сумма нужна? Понимаешь, мне 1 недель 250 тысяч. Это небольшой процент. Но он, я не могу перетислить через банк. В Руси нет нашего банка. Нет нашего банка в России. Нет банка? Из карты нельзя никак снять, ни со счета, никак. Я теряю больше процентов. Светлана деньги пообещала и вместе с нами приехала в назначенное время на Павелецкий вокзал. Здравствуйте, вы Драгон? Да, Драгон. Или вы Ричард? Я. Здравствуйте. Вы кто? К нам обратилась Ольга. Скажите, пожалуйста, вы Драгон или Ричард? Подождите, а мужчина остановитесь. Вы так со всеми женщинами выступаете? Да куда же вы убегаете? Вы же пришли на свидание. Какой шустрый. И не Драгон, и не Ричард. Увидел камеру и сразу убежал. Максимум, я думаю, неделя нужна, чтобы обработать вот такую одинокую, оголодавшуюся женщину без мужского внимания. Поэтому они сидят толпами в интернете, пишут одни и те же сообщения. И это, конечно, страшно, что наши женщины могут лишиться всего. Смотрите далее. Внимание! Этот мужчина уже признается вам в любви. Памятка от Асса Лавеласа. Это история старая, как мир. Он сказал, что он офицер ФСБ. Все про него засекречено. Поэтому он пропадает. И в Чечне он воевал. Ой, он так такого рассказал. И я-то все дура верила. Он же Кога. Он же Гоша. Он же Юрий. Он же Гора. Максим Даймлер менял имена и состоятельных женщин, как перчатки. Оставляя своих возлюбленных нищими. Ну, он умеет с женщинами общаться. Он сам потом говорил, что я могу любую обработать. Это сейчас красавица петербурженка Инна Даймлер подкована в вопросах знакомства в интернете. Год назад развесила уши от восторженных комплиментов поклонника. Это история старая, как мир. Он сказал, что он офицер ФСБ. Все про него засекречено. И поэтому он пропадает. И в Чечне он воевал. Ой, он так такого рассказал. И я-то все дура верила. И когда Даймлер объявился с очень серьезными намерениями, опять поверила. После трех месяцев знакомства он предложил Инне стать его женой. Я очень в него была влюблена. И он был такой весь положительный, помогал. И все. И даже когда мне говорили, я не хотела никого слушать. Женщина уже в возрасте, которая уже пожила. Значит, все-таки задумайся о том, почему этот молодой человек... Что ему от тебя надо? Действительно ли ему так хорошо с тобой? А вот так кидаться в омут с головой? Свадьбу сыграли громкую и пышную. За счет невесты. Жених во время подготовки отсутствовал. Был на серьезном задании. И вернулся на все готовенькое. Но уже через неделю после торжества Даймлер попросил крупную сумму денег. Якобы на новый бизнес. Инна дала. И муж тут же свалил выполнять очередную секретную миссию. Он мне привез женские вещи. Не новые. Уже ношенные. Моего размера. Ну вот сказал, что типа мне отдала какая-то его родственница. Это обстоятельство в первый раз заставило Инну задуматься. Откуда вещички? И когда я ему звонила, у него телефон постоянно Бывал выключен на несколько дней. У него нет никаких мук совести. Потому что он свою жертву расценивает именно как существо низшего такого рода. Терпение Инны лопнуло. Муж все время был в разъездах и денег не давал. Только брал. Когда же в очередной раз он позвонил с боевого задания и сказал, что спецоперация ФСБ прошла успешно, можно собирать чемоданы и валить к морю, Инна не выдержала. Мы на юг поедем, за мой счет, разумеется. Я говорю, не, мы на юг не поедем, ты видел, какие цены, и никуда я не поеду. И тут подруга говорит, задумайся, что происходит. И вот мы стали с ней потихонечку все копать, выяснять про него. И где-то до конца лета мы все выяснили. Инна была в шоке. Оказалось, что Даймлер – серийный аферист. Меняет имена и фамилии, как перчатки. Охотится за состоятельными женщинами. Труханов Александр Николаевич. Затем он меняет фамилию на Дайманова Дмитрия Николаевича. И когда я с ним познакомилась, он стал Даймлером Максимом Николаевичем. Я нашла его на сайте судебных приставов, нашла под фамилией Дайманов. У него куча долгов. Как только чувствуешь, что у женщины есть деньги, так и начинаются вот эти вот вспомогательства. Мы позвонили еще одной жертве Даймлера Елене Петуховой. Трубку взяла ее сестра Надежда. Инна говорит, что у него таких женщин по всей России очень много, да, он их обманывает. Ну, да, постоянно в разъездах он дома с сестрой жил, когда постоянно у него командировки какие-то, по 9 месяцев его не было. То есть он придумывал, видимо, их? Ну, видимо, да. И ни копейки вашей сестре он не давал и не помогал никогда? Нет. Так что если с вами захочет познакомиться этот человек, будьте осторожны. Ему, как утверждает наша героиня, нужны только ваши деньги. Остановить его может только, если его показать в публичность, потому что он прячется, нигде его фотографий нет в интернете, его не найти никак. Так, искренность, преданность, вот это вот все, на что сейчас большой запрос в обществе среди женщин, и тем более среди женщин за 40, а уж тем более среди одиноких женщин за 40, большой запрос на это. И вот он появляется, он дает. И постепенно женщина все больше и больше входит в вот эти вот очень искусные, психологически обоснованные сети, в которые заманивает ее вот такой вот финансовый Дон Жуан. Иногда ловцы и богатых леди все же попадают в руки правоохранительных органов. Как вас зовут? Полозов Туан Сергеевич. Как? Полозов Туан Сергеевич. А сколько вам лет? 24. Молодой да ранний. Дон Жуан ознакомился с одинокими женщинами и выманивал у них банковские карты. И те давали, правда потом хватались за голову. По версии следствия, это не окончательный итог его свиданий. Проверяются и другие эпизоды аналогичные. Молодой человек задержан. Вы раскаиваетесь вообще? Да, конечно. Смотрите далее. Как лишиться квартиры? На что способны альфонсы, чтобы оставить вас на бабах? Подожди, подожди. Что вы наделали? Да что же вы делаете? Игорь! Вы домой ко мне, не ломитесь. Это квартиру снимала Ольга. Продюсер Олеся Сазыкина отдала 3 миллиона рублей, чтобы больше не вспоминать бывшего. Но не тут-то было. Он по-прежнему продолжает ее шантажировать. Олеся Сазыкина – девушка занятая. На очередной тусовке познакомилась с Игорем. Мужик вроде серьезный, к шоу-бизнесу отношений не имеет. Это Олесе понравилось. Ну и так все пошло-поехало. И как-то я оказалась в стях брака с ним. Муженек не скупился на комплименты, а иногда и на неожиданные подарки. Через две недели бабац, оказывается, у тебя та сумка, которую ты любишь. Ну, Майкл Корс. То есть она идет от 18 до 25 тысяч рублей. Если она лимитированная, то она гораздо больше идет. И тут бабац сумка за 80 тысяч рублей. Олеся тоже платила Мохову старицей. Возила его по курортам. По словам Олеси, она и не заметила, как Мохов сел ей на голову и стал все время просить деньги. Первый сигнал для меня это был, когда он меня попросил взаймы определенную сумму денег. Это было там 150 тысяч рублей. А потом началось. Дай 20 тысяч, дай 40 тысяч, дай 50 тысяч. Жалости вот такие женщины, к сожалению, вот у меня, они не взывают. Это вот с родни ступостью какой-то, глупостью. Все-таки они же пожили, они же должны все-таки понимать. А потом, по словам Олеси, муженек стал занимать деньги тайно у ее друзей. О чем женщина даже не подозревала. То есть он звонил моим друзьям, бизнесменам, просил деньги, но говорил о том, что Лесе не говорите. Это там для нашего будущего. И они ему легко давали. Олеся мужу верила, а когда прозрела, то было уже поздно. Сумма долга в 3 миллиона рублей легла на ее плечи. За год замужества она осталась без денег и с шлейфом долгов. Представляете, да, к вам приходят домой, звонят в дверь и говорят, Лесь, все замечательно. А почему там Игорь скрывается, не берет трубки? Почему он все время врет? Может быть, ты нам отдашь деньги за него? Ну, так и произошло, что я за него оплатила долг. Альфонсы очень боятся умных женщин. К сожалению, очень немудрые даже с годами попадаются вот на такие вот уловки. Она подала на развод, но за это Мохов потребовал с нее еще 8 миллионов рублей. Мы решили поговорить с бывшим Олесей, но на охрану Мохова встала бдительная консьержка. Так, все, 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 пошли отсюда. Жень, что вы делаете? Все, 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 сейчас, сейчас милицию вызываю. А вы что, из полиции? Да. Сама из полиции? Да, быстро. Дам, оберегите, пожалуйста. Кого-то уже открывает, Игорь, здравствуйте. Там вот Игорь, там вот Игорь. Здравствуйте. Игорь, меня зовут Елизавета, я живу на месте телеканала «Отво Центр». К нам обратилась ваша бывшая супруга по поводу ваших разборов с разводом. Подожди, дожди, дожди. Что вы наделаете? Да что вы делаете? Игорь! Подорвуй ко мне, не ломитесь. Я командиру снимала Ольга. Да что вы делаете? А вы вообще что здесь? Да руки уберите. На вопль консьержки дверь открыла соседка, и съемочной группе удалось попасть в стрит-банник. Вообще-то, по-моему, не Игорь живет. Игорь и Анастасия. А Анастасия, ну а он не Игорь. А как? Игорь Мохов. Нет, у него другое имя. Очень жалко наших милых женщин. Что хочет любая женщина, неважно в каком возрасте, ей 18 или ей 80, она хочет любви, она хочет понимания, она хочет доброты. Дорогая, я умер. Чтобы скрыть кражу крупной суммы денег, Эдуард Асатрян инсценировал собственную смерть. Иногда ловцы богатеньких дамочек понимают, что состоятельная женщина вряд ли на них клюнет. Поэтому подбирают одиноких провинциалок, истосковавшихся по мужской ласке. Чтобы сорвать один, но большой куш. Светлана Федосова живет в Липецке. С Эдуардом Асатрианом, торговцем автомобилями, она познакомилась на сайте знакомств. Он подарил Светлане кольцо и тут же предложил замуж. Он сказал, что ему нужны серьезные отношения, что он три года живет в Липецке, что он два года какавдовел. Светлана поверила. Эдик сразу развел бурную деятельность. Обещал женщине кругосветку на шикарном лайнере. Безбедную жизнь и вечную любовь. Когда будущая жена совсем потеряла голову, Асатриану срочно понадобились деньги. Нужно было быстренько купить две машины. Партнер предложил ему по выгодной цене две машины. Мерседес и Вольво. Он вложил свои деньги, ему не хватало определенной суммы. Он мне попросил взять в банки. Но будем откровенны. Каждая из этих его жертв мечтала о том, что у нее появится армянин-бизнесмен. Который обеспечит ее на всю оставшуюся жизнь. И в итоге, когда у него действительно происходят якобы проблемы, они всем видом показывают, что я милый за тобой. Хоть на край света. У тебя же не всю жизнь будет черная полоса, я надеюсь. Как же не помочь любимому? Тем более впереди солнце, море и шампанское по утрам. Она пошла в банк и взяла 800 тысяч под залог собственной квартиры. Он обещал, что мы рассчитаемся, что до Нового года вопрос решится, что он сейчас починит машины, продаст и все закроет. Потому что ему тоже нет резона держать все в долгах, выплачивать такие большие деньги. Асатриан деньги взял, обещал вернуться, но пропал. И однажды вечером Федосовой позвонили. Мне позвонила женщина, спросила, не супруга ли я Асатриана Эдуарда. И сказала, что он попал в аварию, его повезли в больницу. С Тамбовской трассы в Московскую. Потом позвонил сын Асатриана. Он сообщил Светлане, что папу срочно перевели в Армению. В специальную клинику. Что вот папе плохо, папа в итоге скончался. То есть ей такие многоходовки в голове, даже представить сложно. Она, может быть, там даже не может обмануться на мелочи. И поэтому она не может в своей голове уложить, что человек придумал такое вранье. Она думает, как, ну это же невозможно. Светлана была в ужасе. А через несколько дней подруга рассказала женщине, что видела Эдика живого и невредимого. Разыграли они, конечно, очень замечательный спектакль. И слезы, и звонил друг вначале, сообщил. То есть не сын, а друг сообщил. Потом с претензией, то, что почему я так реагирую, не страдающий. Вот, почему я не реву, тут вся Армения плачет. Русские невесты – желанная добыча для мужиков из ближнего зарубежья. Они быстро смекнули, зачем горбатиться на дядю. Влюблять в себя россиянок гораздо выгоднее. У меня была цель познакомиться, устроить свою личную жизнь. То есть найти хорошего человека себе. Хороший человек Георгий приехал в северную столицу на заработки и покорил женщину восточным менталитетом. Георгий вовсю демонстрировал серьезность намерений. Познакомил Татьяну с мамой. Мама была очень доброжелательна, очень обрадовалась. Вела себя так, как будто они всю жизнь меня ждали. От мамы Георгий перебрался к Татьяне. Полтора месяца сидел у нее на шее. А потом вдруг сообщил радостную новость. В Грузии созрел урожай мандаринов. И попросил занять ему 150 тысяч рублей, чтобы привезти мандарины и сделать на этом деньги. Я даже сама не ожидала, что я ему дам. Потому что у меня денег не было. Деньги я перезанимала на работе. Георгий уехал, а вот назад так и не вернулся. Чтобы выяснить, где находится сбежавший жених, мы поехали к его маме. Старушка оказалась ушлая. Не может быть, я не верю, что она сдавала его деньги. Ну, дашь ты мне деньги? Здесь или совсем пустой должна, или ум не должна. Говорит, на бизнес попроси у нее. Врет все. Да? Он никогда бизнесом не работает. Зачем отмановаться? Женщины дорогие, неважно сколько вам лет. Я вам искренне желаю любить, быть любимыми. Но при этом быть максимально, максимально осторожными. Чтобы это потом не принесло вам огромную боль. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok